Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня в славе Крест Господень мы вновь и вновь обращаемся к этой тайне Креста. Она действительно непонятна, непонятна в первую очередь для мира современного. Все человечество движется, и движение это называется прогресс. И движение это направлено на то, чтобы человеку стало жить легче и лучше. Человечество стремится безудержно комфорту, улучшению своей жизни земной. И, казалось бы, это прекрасное начинание, и люди должны становиться все лучше и лучше, добрее, щедрее. Но происходит что-то совершенно противоположное. Люди становятся злее и страшные. Преступления творятся человекам, такие, которые, может быть, и не снились еще несколько десятилетий назад. Беззаконие усиливается, наоборот. И это стремление к комфорту не приводит к умножению любви между людьми. Но еще что-то страшное происходит. Люди начинают отказываться от Креста. Люди хотят уйти от Него. Он страшен для них, непонятен. Они испытывают суеверный страх. И ненависть к Нему. И народы, которые веками исповедовали Креста, распятого на Кресте, говорят, давайте уберем Крест. Он пугает кого-то, Он не нужен, Он кого-то оскорбляет. Это говорит о том, что мы совсем забываем о том, кто такой Спаситель, Господь наш Иисус Христос, и зачем Он пришел в этот мир, и как Он нас спал. Спас нас, быв разбят на Кресте. Крест – это самое главное оружие против дьявола, которого Он боится. И те люди, которые хотят убрать упоминания о Кресте Господнем из своей жизни, они тем самым попадают под власть дьявола, сами того часто не понимая. Крест – это самое сильное оружие, но это и символ примирения Бога с человеком. Через Крест Христос спас человечество от работы дьявола. Но мы не хотим об этом слышать, и мы, даже христиане, пытаясь говорить с этим миром и быть понятыми, начинаем заигрывать часто и тоже отодвигаем крест к Христу. Нам кажется, что если мы будем говорить без упоминания о страданиях Спасителя, о том, что само по себе спасение – это тяжелый труд, подвиг, крест Христов, это не наслаждение этим миром, это борьба, это труд. Но все меньше мы об этом говорим, а стараемся показать этому миру, какие мы хорошие, и как легко с нами обращаться, как легко с нами говорить, что мы такие же, как все. И часто, поступая по законам этого мира, мы теряем соль, и вера не возрастает благодаря нашей проповеди, а ослабевает. Очень важно не потерять эту соль, очень важно не забывать о том, что Крест Господень – это хранитель всей Вселенной, Крест Господень – это утверждение власти Царя. Это красота Церкви, как мы сегодня поем. Крестом Господь примирил человеческий род с Богом. И это примирение стало залогом спасения для нас, христиан. Поэтому никогда мы не должны забывать о значении Креста Господня. И помнить о том, что не в величии нашей временной жизни мы можем познать его, а в смирении, в любви, в подвиге и молитве. Сегодняшний праздник нам напоминает об этом, когда царь Ираклий освободил от персов крест и вернул его в Иерусалим. Он шествовал в царской одежде и нес крест, и вдруг в какой-то момент он не смог двигаться дальше. И тогда патриарх ему сказал, что тот, кто нес этот крест, он не шел в такой одежде, не шел в таком царском величии. И тогда Ираклий оделся в очень бедную одежду и босым понес крест дальше. Так Господь научает нас истинному смирению и показывает, кто такие настоящие христиане. Настоящие христиане – это не те, кто обязательно должен в этом мире всех подчинить и победить, превзойти, блистать всячески, иметь огромную популярность. Настоящие христиане – это те, кто похож по-настоящему на учеников Христовых, на учеников Бога-человека, которые в этом мире выглядел очень скромно, жил очень скромно, ничего не имел, и ученики его тоже были людьми незнатными, неизвестными. Но мир в премудрости не познал Бога, и тогда он познал Его в юродстве проповеди через распятие Христова. Никогда нельзя об этом забывать. Крест Христов – это красота Церкви. Не будем лишать себя сами этой красоты, не будем лишать себя надежды, единения со Христом и спасения в Царстве Небесном. Аминь.